Первые участники пилотного регионального проекта «Первая рабочая профессия» закончили обучение по выбранным программам. 10 июня ребята получили свои первые профессиональные документы, всего было выдано 54 свидетельства по профессии. Напомним, в нашем городе проект реализуется на базе Калпашевского социально-промышленного колледжа. В рамках проекта учащиеся 9-х и 10-х классов местных школ проходили специальные курсы и получали первое профессиональное образование. В учреждении обучение было организовано для старшеклассников по таким специальностям, как автомеханик и пекарь. Наша съемочная группа побывала на последних занятиях программы. Так, автомеханики в рамках практического урока отрабатывали полученные во время курсов навыки, применяя и теоретические знания. Старшеклассники были поделены на группы, одна из них искала неисправность в электропроводке автомобиля и устраняла ее, другая разбирала и собирала двигатель автомобиля, третья – коробку передач. Разбираем коробку передач, классику. Наша задача – перебрать и собрать полностью. Обучиться я решил для того, чтобы в будущем, если будет у меня какая-нибудь советская машина, первоначальная, чтобы знать, как и что перебирать, в чем может быть поломка. Автомеханик – это рабочая профессия широкого профиля. Специалист выполняет операции по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, контролирует техническое состояние транспортных средств с помощью диагностического оборудования и приборов, а также умеет управлять машинами. Обучиться базовым навыкам профессий позволяет программа проекта «Первая рабочая профессия», которая рассчитана на 144 академических часа. Курс является бесплатным, занятия проходят во второй половине дня. По окончании обучения старшеклассники сдают специальный экзамен, успешное прохождение которого позволяет получить свидетельство об освоении профессии. Мне очень интересно машиностроение. С самого детства я этим интересовалась. Помогала отцу, собираю там двигатель. Профессии я не собираюсь, но это мне надо, потому что я буду сдавать на права. Мне надо знать строение машины. В это же время занятия курса по пекарскому делу шли на другой площадке колледжа. В мастерской по хлебопечению собрались старшеклассницы под руководством мастера по производственному обучению. Девушки в течение года учились печь различные изделия из теста. Темой очередного занятия стало изготовление так называемой плетенки. Среди задач урока поставить опару, замесить тесто, сформировать будущую выпечку и запечь. Готовят участницы проекта и другие изделия, например, булочки и различные виды хлеба. Пригодятся ли тебе полученные навыки в жизни, как ты думаешь? Конечно, так как дома я люблю вкусно покушать и что-нибудь приготовить. И сейчас я свою семью, так скажем, балую различной выпечкой. У меня мама тоже связана с этой профессией. Она повар-кондитер. И когда я рассказала ей, то, что нам предложили получить профессию, она сказала, иди, тебе это пригодится. Что больше всего нравится готовить? Пирожки. Пирожки со сладкой начинкой. Я научила правильно делать тесто и его хорошо формировать. Мы научились сделать начинки разные, пока занимались здесь. Мне это очень помогает, в принципе. Дома можно всякие блюда делать. В программу курса по профессии пекарь также входит 144 академических часа. За это время девушки изучают технологию производства хлебоволочных изделий, норму расхода ингредиентов и рецептуры выпечки, а также получают навыки работы с оборудованием пекарни. Отметим, региональный проект «Первая рабочая профессия» в этом году был запущен впервые. Обучение стартовало в феврале. Программа была утверждена губернатором Владимиром Мазуром. Региональным оператором проекта выступает Центр, опережающий профессиональной подготовки Томской области. Профобучение охватило около 500 старшеклассников Томска, Северска, Асина, Колпашева и Стрижевого. Программа предусмотрена по востребованным в регионе профессиям, таким как автомеханик, пекарь, плотник, повар, сварщик, слесарь, токарь, тракторист, шевия и другим специальностям. Проект направлен на профориентацию учащихся школ, а также снижение дефицита рабочих профессий. Проект позволяет попробовать свои силы в освоении профессиональных знаний и умений, получить практический опыт, а также узнать о возможностях дальнейшего успешного трудоустройства в Томской области.